В столице попрощались с российским оппозиционером Денисом Вороненковым. Отпевание провели во Владимирском соборе. На церемонию прощания пришли около полусотни человек. А вот само место погребения до последнего держали в тайне. Продолжит Александр Васильченко. Возле Владимирского собора и внутри храма собрались десятки человек. Все они пришли проститься с Денисом Вороненковым. Отпевание назначили на полдень. Одним из первых в сопровождении нескольких охранников появился оппозиционер Илья Пономарел. Затем в окружении двух телохранителей на отпевание приехала вдова погибшего Мария Максакова. После окончания церемонии присутствующие прощаются с Вороненковым. Затем гроб с телом Вороненкова перемещают в катафалк. Но где будут хоронить оппозиционера, держат в тайне. Позже появляется информация. Политика предадут земле в центре столицы, на Зверенецком кладбище. По неофициальным источникам разрешение на погребение здесь дают только городские власти. И далеко не всем. Уже на самом кладбище спокойным прощаются близкие. Общаться с прессой Максакова отказывается. А вот оппозиционер Илья Пономарел в прощальном слове пообещал отомстить виновным в смерти соратника. Я имел ввиду ровно то, что я сказал. Я думаю, что это тот случай, когда мы точно знаем, кто стоит за этим убийством. Вплоть до конкретных фамилий. То есть могут быть нюансы. Но думаю, что здесь расследование будет не очень долгим. Скорее в том, чтобы убедиться в том, что мы понимаем изначально. Как это обосновывалось для президента страны и так далее. О том, что предателя надо наказать. И что надо, чтобы другие депутаты даже и не думали о том, чтобы переходить на сторону Украины. А я могу сказать, что есть не один депутат, как бывший, так и нынешний, который может оказаться в Киеве. Экс-депутат Госдумы Денис Вороненко в конце 2016 года переехал в Украину и сменил гражданство. В марте 2017 был объявлен российскими спецслужбами международный розыск в рамках дела о мошенничестве. Два дня назад киллер застрелил российского оппозиционера в центре Киева у отеля «Премьер Палас». Охранник политика, который также получил ранение, успел ранить нападающего. Позже убийца скончался в больнице. У экс-депутата остались трое детей.